Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! В эфире обзор исламских новостей в стране и в мире. С вами в студии Смаил Фринет. 6 марта 2016 года в городе Астана прошел первый турнир по волейболу среди учеников мечети Хазарит Султан. Организациями турнира выступили духовно-управленные усманы Казахстана. Турнир проводился с целью популяризации волейбола среди прихожан мечети Хазарит Султан, а также мотивации занятий физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд и развития национальных достижений, а также развития новых форм межкультурного общения при поддержке духовного управления мусульман Казахстана. В турнире участвовали 10 команд. Первое место заняла команда Куата Ергалиулы Султан, второе место заняла команда Ерлана Базарбайлы Алгыр, и третье место заняла команда Нуржана Алимкулова Фатих. В Египетском университете исламской культуры Нурму-Барак состоялась встреча главного имама Казавардинской областной мечети Ахмиши Цердарья Талгата Умарова и студентов вуза. В ходе встречи со студентами Талгат Умаров подчеркнул ответственность и значимость работы имама. Также в своей речи призвал выпускников идти работать на пути ислама в Казавардинский регион. В ходе встречи духовный деятель отметил об ответственности и важности работы имама. По завершении встречи студенты задали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и исчерпывающие ответы. Оказание помощи социально необеспеченным семьям является одним из главных направлений в деятельности духовного управления. В связи с этим была оказана помощь многодетным матерям и матерям-одиночкам. Главный имам города Алматы Нурбекис Магомед подарил социально необеспеченным семьям две новые газовые плиты, а также каждой семье вручил месячную продовольственную корзину. Также для детей этого дома были установлены игровые батуты и подарены сладости. Жители данного дома поблагодарили организаторов и духовное управление за проведенные мероприятия. Правоверные матери обратились к Аллаху с мольбой, прося благополучия для страны и пожелали имамам успехов в работе. Главный имам Мангосталовской области Исмаил Ситпеков встретился с джаматом мечети поселка Житебай, где после вечернего намаза прочел проповедь про важность истинной веры. Как отметил имам, очень важно придерживаться правильной акиды, то есть вероубеждения. К сожалению, некоторые наши собратья, не учитывая важность акиды, сбились с прямого пути. А ведь основа религии – это правильная вера. Если ее нет, то и степень салапа от благослужения сводится к нулю. Мусульман не должен ограничиваться намазом, но и обязан вобрать лучшие качества упомянутых в Коране и Суни. Во время проповеди главный имам затронул важные аспекты ислама и ответил на все интересующие вопросы джамата. Жена президента Турции Эмине Эрдоган заявила о положительной роли в турецкой истории гаремов-султанов Османской империи, которые, по ее словам, были школой жизни и давали образование. Когда мы знакомимся с произведениями искусства, то в большинстве из них встречаемся с женщинами, одержимыми жаждой власти и удовольствий. В то же время гаремы были школой для женщин-ачугом, где они готовились к жизни, получали образование и занимались благотворительностью. Всем этим руководили матери султанов, сказала первая леди Турции на конференции «Матери султанов, оставившие след в нашей истории». Румана Ахмед – молодая и энергичная мусульманка в хиджабе, которая, по большому счету, удалось невозможное. Девушка устроилась на работу в Белый дом и выполняет обязанности советника при высокопоставленном члене администрации Барака Обамы. Румана, ставшая героиней специального репортажа «Аль-Арабия», служит советником при заместителе советника Обамы по национальной безопасности. На этом все. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.